Нам рассказали, что хозяева привели Гранда во двор, когда он был еще совсем маленьким. Щенок сразу оказался на цепи, ему вменили обязанность по охране дома. Песик был маленьким, часто скулил, пытаясь позвать свою маму. Малыш не понимал, что детство для него закончилось и теперь ему придется каждый день стараться просто для того, чтобы получить кусок черствого хлеба. Метровая цепь практически не позволяла двигаться, чтобы размять лапы малыш сбегал. После скитаний Гранд возвращался, а хозяева встречали его руганью, а иногда не только ей. В этой семье пес прожил пять лет, все это время его движение ограничивала короткая цепь, полуразрушенная будка с трудом спасала от ветра и холода, а в миске редко появлялось что-то кроме скиших объедков. Когда пес больше не мог мериться со своей судьбой, он освобождался от ошейника и убегал. Когда Гранд попадался на глаза людям, они были уверены, что перед ними бродяжка, ведь хозяйский пес просто не мог выглядеть столь ужасно, тощий, с грязной шерстью, покрытой колтунами. На улице псу также было сложно, но он хотя бы не был ограничен в движениях, а иногда ему даже удавалось выпросить у людей угощение или найти косточку. К сожалению, псу не всегда удавалось съесть свою добычу, поскольку другие бродячие собаки отбирали у него еду. Зимой пес решился на очередной побег, на этот раз твердо решив, что назад он не вернется. Собака устала слушать ругань и маты в свою сторону, терпеть побои и голодать. Неделю Гранд бегал по городу, искал еду на помойках и спал в снегу. На шерсти животного вскоре появились сосульки. Именно тогда пса заметила девушка, которая начала подкармливать его. Вскоре животное привязалось к своей кормилице, чтобы поблагодарить ее Гранд всегда подавал лапу. Песик жил во дворе многоэтажного дома, в котором была квартира его кормилицы. Вскоре жильцы стали возмущаться тем, что во дворе живет пес, а затем и вымещать свою злобу на животных. Девушка поняла, что люди могут навредить Гранду и обратилась ко мне за помощью. Гранда я забрала сразу. По виду он помесь ретривера, спокойный и добрый. Для песика мы нашли место в загостинице, где уже живут мои подопечные. Пока у Гранда есть вольер, хорошая еда, регулярные прогулки. Он впервые в жизни получил уверенность, что люди его не обидят. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.